Всем привет, с вами Лурк и рубрика Посмотри. И сегодня я вам буду рекомендовать игры, в которые стоит поиграть. Ну по крайней мере мне, они уж очень сильно запомнились. В современном мире компьютерные игры уже давно встали на один уровень с хорошими фильмами, а некоторые ААА проекты их уже давно обогнали. Компьютерные игры это уже давно не развлечение для детей. Это многомиллиардная индустрия, где есть даже свои соревнования с порой очень даже внушительными призовыми фондами. Вспомнить хотя бы Вейнтернешнл 4 с призовым фондом почти в 11 миллионов долларов. Я когда узнал, я охренел. Но сегодня я хочу поговорить не о киберспорте, а о тех играх, которые понравились и запомнились лично мне. И я хочу поделиться этим с вами. Возможно вам эти игры не понравятся. Что ж, вкусы у всех разные. Кто-то вообще русский рэп слушает и говорит, что это шедевр и лучше этого в мире ничего не придумали. Кто вы вообще, блять, такие? Что вы о себе возомнили? Пошли бы вы на... Так, я опять от темы отошел. Давайте поговорим о играх. Первая игра, которая открывает мой сегодняшний список, это Космические Рейнджеры. Космические Рейнджеры это не просто игра. Это целый мануал по космосу. Тебя просто берут и погружают в мир космических пиратов. Войны с безумными роботами. Все это приправлено хорошими текстовыми квестами. Господи, насколько великолепны там текстовые квесты. Причем они каждый раз разные. То вас бросают в тюрьму на одной из планет за то, что вы до этого уничтожили пару космических кораблей и вам приходится выживать в тюрьме. То вы просыпаетесь с амнезией на планете и вам надо из нее выбраться и узнать, собственно, что случилось. Лично я задротил в текстовые квесты часами. Мне казалось это крайне увлекательным занятием. Эта игра одновременно про пиратов и космос, про войну с расой безумных роботов и бескрайние просторы вселенной, про наземные сражения и сражения в космосе на космических кораблях. Ну а если тебя не впечатляют бои в космосе, попробуй бои на земле, в воздухе и на воде. А в этом тебе поможет игра War Thunder. War Thunder это не просто игра. Это то место, где ты можешь сбивать самолеты танком. Нет, ты не понял. Не из танка, а танком. Я снимаю нахуй. Вот это прикол. Также в War Thunder недавно завезли вертолеты. Есть даже культовый Ми-24 Крокодил и американская Кобра. С вертолета ты можешь уничтожать самолеты, вертолеты и даже барабанная дробь. Танки противника. Причем, что больше всего мне нравится в War Thunder, тут нет скучной полоски здоровья. Тут ты можешь уничтожить танк противника с одного выстрела. Или нахрен оторвать крыло самолету, потому что здесь крайне реалистичная модель повреждений. Несмотря на то, что в War Thunder очень красивый графен и реалистичная физика, в него можно играть даже на ноутбуках. Даже на моем. А знаете почему? Потому что они умеют в оптимизацию. А, чуть не забыл, War Thunder это игра бесплатная, ну то есть вообще, не надо платить шекели. Купи себе на сэкономленные деньги покушать, а игру скачай по ссылке в описании. Там тебя ждут крайне приятные бонусы. Ну а мы продолжаем. Следующая игра в моем списке это Сибирь. Первая и вторая часть. Есть еще и третья, но я честно говоря боюсь играть в нее. Так как почитал отзывы и нашел много негативных в стиле не канон, третья часть дерьмо и так далее. Поэтому пока не играл, боюсь разочароваться от культовой игры детства. Когда мне было лет 12 и все мои сверстники играли в Counter-Strike Soros, я играл в Сибирь. Сибирь, как и любой другой качественно сделанный квест, затягивает как хорошая книга. Ты не можешь встать из-за компа, пока не разгадаешь очередную головоломку и не услышишь новую захватывающую историю, в которую тебе предстоит окунуться. Если вам надоел PUBG, Dota 2 или Doka 2, а все новинки игры вы уже прошли, очень рекомендую Сибирь. Сибирь, как и все новинки игры вы уже прошли, очень рекомендую Сибирь. Ну и последняя на сегодня игра, но не последняя в моем сердечке, вы будете смеяться, но это World of Warcraft. В WoW я начал играть на Актуале Лич Кинга, то есть с 2009 года. Как сейчас помню свои впечатления от этой игры. Новый, огромный, неизведанный мир, который казался просто нескончаемым. Затем, когда я опнул 80-й левел, передо мной открылся мир еще больше. Как сейчас помню, я играл за человека Ретро Паладина. Тогда я играл за Альянс, все потому, что мне их посоветовал друг. Сказал, что у них расовое классное, ему можно будет не париться и одевать две нормальных тринки. Так как я не понимал, что значат все эти басурманские словечки, я просто послушал друга и стал играть за человека Паладина. Сказать, что на патче версии 3.1.3 Ретро Паладина нагибали всех и вся, это значит не сказать ничего. А я Ретро Паладин, нагибайся, ходи, нагибайся, ходи, нагибайся, ходи. Даже я, будучи 14-летним пиздюком, с этапом в 2 Ретро Паладина держался на рейтинге ММР 2К+. Сначала я играл на большом количестве пираток, причем играл серьезно и долго, играл на цирк, лью, вов. А потом мне надоели пиратки, и я по-моему с 11-го года играл на Гордуне, а с выходом дополнения Легион забросил вов. Игре понадобилось 7 лет, чтобы она мне надоела. Если хотите, попробуйте поиграть в World of Warcraft. Я не считаю, что эти 7 лет я как-то потерял впустую. Я не терял голову, я учился, тренировался, гулял, а приходя домой совмещал игру с прочтением книг. Главное не терять голову и помнить, что всего должно быть в меру. Ладно, всем спасибо за просмотр и напишите свой список игр, которые вам запомнились и запали в душу. Просто мне реально интересно, пересекаются ли мои интересы с интересами моей аудитории. Поэтому не поленитесь и напишите в комменты. И нет, я не выклянчиваю комменты. Если бы я просил комментарий, я бы так и сказал, мне нужен комментарий для статистики. Я так обычно и делаю, если что. А тут мне действительно интересно посмотреть на ваши интересы в играх. Ладно, всем еще раз спасибо за просмотр. Ну а с вами был Лурк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok